Пьяный водитель автомобиля Hyundai Solaris на полной скорости протаранил сзади Deo Matisse, в котором находился за рулем таксист-инвалид. Все произошло на улице Вишневского. В результате удара сильно пострадали оба автомобиля. Водители же отделались сильным испугом и материальным ущербом. Сколько выпил виновник перед тем, как сесть за руль, спросила Нафиса Минязова. Он на скорости был, получается? Да, да, да. Мухаммед, водитель Deo Matisse, рассказал, ехал по улице Вишневского в сторону Николая Ершова. Говорит, правил никогда не нарушает, да и гонять по городу не рискует, поскольку у него есть инвалидность. В какой-то момент его сзади таранит автомобиль Hyundai Solaris. В результате удара Deo развернул и отбросил на тротуар. Мужчина был уверен, что виновник ДТП был сильно пьян. А он не пьяный был? Он пьяный. Чтобы удостовериться в том, что мужчина действительно находился в состоянии алкогольного опьянения, автоинспекторы вооружились алкотестером. Идет анализ. А сколько еще? 160. Тут 962. Прибор показал почти один миллиграмм чистого алкоголя на литр выдыхаемого воздуха вместо допустимых 16 сотых. То есть мужчина был сильно пьян, выпил около бутылки крепкого алкоголя. Но несмотря на показания алкотестера, водитель Южнокорейской иномарки с результатами был не согласен и захотел пройти медосвидетельствование в больнице. Вы не согласен сейчас? Все, да, все, присядьте, подключите, что не согласен. Однако то, что он был пьян, можно было заметить невооруженным взглядом по его поведению. Учитывая, что водитель впервые попадается за рулем в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит лишение водительских прав сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Но этим только не обойдется, поскольку ему еще придется восстановить свой автомобиль. Ущерб пострадавшей машине будет оплачивать страховая компания виновника. По счастливой случайности в аварии люди не пострадали, однако повреждения машин оказались настолько сильными, что вероятнее всего им понадобится помощь эвакуатора. Самостоятельно они место происшествия покинуть уже не смогут. Написали меня, Адель Малахметов, Вызов 112.